Я, Александр Черцов, приветствую вас, удаленных слушателей онлайн-курса классической динамики. Я собираюсь прочитать несколько лекций, посвященных законам Ньютона. Законом, которые, по сути, представляют собой классическое уравнение движения, лежащее в основе всей классической физики. Той физике, которой человечество не без успеха пользовалось вплоть до середины XIX века. Первая лекция нашего курса будет посвящена основной задаче механики. Мы с вами попробуем договориться о том, какую задачу решают три закона Ньютона, которые, я не сомневаюсь, хорошо известны вам еще со школы. Итак, основная задача механики состоит в том, чтобы по известному положению и скорости тела или системы тел в данный момент времени определить положение и скорости тел или системы тел в любой заданный момент времени. По сути дела, основная задача механики – это задача расчета будущего. Поскольку будущее состояние нашего мира – это не более, чем совокупность положений, точек, складывающих наш мир, но и, может быть, скоростей этих материальных точек. Итак, что нам нужно для того, чтобы задать положение для начала одной материальной точки? Мы прекрасно знаем, что для этого необходим радиус-вектор, то есть совокупность трех чисел, которые задают нам три координаты этой материальной точки в выбранной системе координат. Итак, наша задача – научиться вычислять радиус-вектор материальной точки. Оказывается, если мы знаем скорость материальной точки в любой момент времени и ее начальное положение, задаваемое радиус-вектором r с нуликом, то мы можем рассчитать радиус-вектор материальной точки в любой другой момент времени. Этим занимается кинематика. Было бы очень хорошо, если бы до этого курса вы познакомились и выучили соответствующий раздел физики. Например, это можно сделать, прослушав точно такой же онлайн-курс по кинематике. Сейчас я лишь кратко напомню основные выводы этого курса. Если в трехмерном пространстве движется материальная точка, то в каждый момент времени ее положение задается радиус-вектором. Радиус-вектор перемещения по определению – это разница или разность радиус-вектора в конечный момент времени, который мы рассматриваем, и начальный момент. Если перемещение поделить на время, за которое оно произошло, мы получаем вектор средней скорости материальной точки. Средняя же скорость за очень короткий промежуток времени, или, как иногда говорят, производная от радиуса-вектора по времени, задает нам очень важную характеристику механики, которая называется мгновенная скорость. Если известна зависимость радиуса-вектора от времени, то мгновенная скорость вычисляется очень просто. Достаточно нарисовать три графика зависимости x, y и z компоненты радиуса-вектора от времени, и в нужный нам момент времени провести касательную к соответствующему графику. Тангенс угла наклона касательной численно равен соответствующей проекции мгновенной скорости. Поэтому по известному радиус-вектору скорость сосчитать очень просто. Но нам нужна обратная задача. Мы хотим по известной скорости вычислить значение радиуса-вектора. Начнем с вычисления перемещения. Если зависимость скорости от времени известна, можно нарисовать три графика зависимости каждой из проекций скоростей от времени. Но сейчас для примера приведен один из таких трех графиков. Если мы сосчитаем площадь под этим графиком, то она будет численно равна изменению соответствующей координаты тела при его перемещении. А совокупность трех таких площадей или совокупность изменения трех координат даст нам как раз радиус-вектор перемещения. В математике имеется специальная процедура, которая обеспечивает вычисление площади под графиком. Она называется взятием определенного интеграла. Но если мы с вами нашли перемещение, то есть вектор, связывающий начальное и конечное положение тела, мы еще не нашли конечного положения тела, поскольку мы не знаем, из какой точки проводить вектор перемещения. Поэтому для нахождения радиус-вектора в любой момент времени нужно перемещение добавить, прибавить к начальному значению радиус-вектора. Именно поэтому для определения r от t нам нужно знать скорость в любой момент времени и начальное положение тела. Однако возникает следующий вопрос. А как найти скорость в любой момент времени? И на этот вопрос существует ответ. Если бы мы знали скорость изменения скорости или ускорения тела в любой момент времени и начальную скорость, то мы бы сумели найти скорость тела в любой момент времени. Делается это совсем просто из аналогии между ускорением и скоростью. Дело в том, что ускорение и скорость связаны между собой точно так же, как связаны между собой скорость и радиус-вектор. Например, если мы вводим понятие перемещения в пространстве скоростей, где вдоль осей координат отложены x, y и z координаты материальной точки, то также можно ввести понятие траектории тела в пространстве скоростей, где вдоль осей координат отложены компоненты вектора скорости. Если в обычном координатном пространстве радиус вектора задает положение тела, то в пространстве скоростей радиус вектор v задает его скорость. Точно так же, как мы уже ввели понятие средней скорости как отношение перемещения или изменение радиус вектора ко времени, в пространстве скоростей можно ввести понятие среднего ускорения как отношение изменения скорости ко времени, за которое оно произошло. Следующим шагом является введение понятия мгновенного ускорения, которое, подобно тому, как вводилось понятие мгновенной скорости, определяется как отношение изменения скорости ко времени за очень маленький промежуток времени. Подобно тому, как по известной скорости можно определить радиус вектор, по известному ускорению можно найти вектор скорости. Действительно, если мы нарисуем три графика зависимости от времени каждой из компонент ускорения, то приращение скорости можно определить как площадь под каждым из этих графиков. Таким образом, полный вектор скорости получается суммированием вектора начальной скорости и приращение скорости, который вычисляется как определенный интеграл по времени от ускорения, точно так же, как радиус вектор вычислялся как начальное значение радиуса вектора, плюс его приращение, равное определенному интегралу от вектора скорости по времени. Таким образом, если мы знаем ускорение тела в любой момент времени и его скорость, мы можем найти скорость тела в любой момент времени, а по ней найти положение тела. Но снова возникает вопрос, а откуда нам взять ускорение тела? А, догадаетесь вы, для того, чтобы вычислить ускорение тела, надо знать скорость его изменения. Тогда с помощью операции взятия определенного интеграла мы найдем ускорение. Кстати, скорость изменения ускорения еще имеет некоторый физический смысл. Я бы назвал эту величину тряской. Но действительно, когда мы едем в автобусе, а ускорение все время меняется, мы говорим, что нас трясет. Да, если бы мы знали тряску в любой момент времени и ускорение в начальный момент времени, то мы бы сумели вычислять ускорение. Но вы догадываетесь, что возникает новая проблема. Откуда взять тряску? Конечно, если бы мы знали скорость изменения тряски, погодите, похоже, этот путь нас никуда не приведет. Мы получаем бесконечную цепочку, у которой начала вроде бы и нет. А это означает, что у нас нет рецепта вычисления радиус-векторов материальных точек. Однако, эту задачу все-таки можно решить. И решение этой задачи было предложено Исааком Ньютоном. Он предложил способ вычисления ускорений. Оказывается, ускорение можно вычислять, не зная тряски, не зная скорости изменения этой величины. Разорвав эту бесконечную цепочку, Исаак Ньютон, по сути дела, предложил человечеству способ математического решения основной задачи механики. То есть, он научил всех нас предсказывать будущее. Идея состоит в очень простом. Из этого известного всем математического соотношения сразу же следует, что ускорение тела можно вычислить как отношение действующей на него суммарной силы к массе этого тела. После этого все остальные величины, необходимые для описания движения материальных точек, вычисляются. Вопрос только в одном. Как вычислять силу и что такое масса точечного тела? Эти вопросы не такие простые, как кажутся на первый взгляд. Мы попытаемся дать на них ответ в следующих лекциях. Оставайтесь с нами.